Девушки отдыхают Украина, Буганс и Руслан Щелев, Украина, Юнион Боксинг Промоушен А следующий поединок тоже рейтинговый, шестераундовый поединок В котором в весе до 72,6 кг встретятся Николай, Удмаска, Украина и Руслан Щелев, Юнион Боксинг Промоушен, Украина В красный угол ринга приглашается Николай, Удмаска Николай Удмаска, 23 года, 177 роста, сам родился в Украине, город Червонопартизанск, Луганская область Является мастером спорта Общество занятия боксом 11 лет Он является любителем, призером чемпионата Украины В настоящее время работает тренером Червонопартизанским Ну и как мы видим, выводит его тренер Ильчик Вячеслав Этого тренера мы хорошо знаем У его воспитанники являются учащенники училища Олимпийского резерва В частности, вот рядом показывает Дмитрий Черняка Он является призером первенства Европы Среди любителей Так что это его дебют Дебют на профессиональном ринге В синий угол ринга приглашает Руслана Щелева Который представляет Донецк, Юнион Бокс Промоушен Родился он в Миргороде Украина в данное время тренируется в Донецке Руслану 23 года Рост его метр восемьдесят пять Он боксер правша, ортодоксальный На ринге провел семь поединков В семи одержал все победы Шесть поединков закончил нокаутом Вот мы видим, сейчас он с Игорем Гапоном уйдет в свой угол Молодой парень, двадцать три года Довольно-таки перспективный, техничный Не раз я смотрел его не только поединки, но и на тренировках Я помню, вес боксеров семьдесят два и шестьдесятых килограмма Средний вес Руслан проводит свой восьмой поединок Провел семь поединков, это восьмой Из семи шесть надержал нокаутом Очень довольный, так сказать, мощный боксер Ниже пояса не бьем, по спине С нокаутируешь, можно сказать, удар Вот на пустые рефери Первый раунд Традиционно разведка с боем идет Мы видим боксерам Обратно, Руслан Щелев находится, не находится, имеет белые трусы Так же боксеры идти в красных перчатках, только по белым трусам можно разрешить боксера нашим Такой техничный боксер Руслан Ударить может и справа, и слева А он бьющий тогда боксер или бьющий Вот маска, видимо, техничный боксер Боксеры боксируют шестираундовый бой Рейтинговый поединок Идет рейтинговый поединок Да, сразу с возрастанием веса боксеров и удары ощутимые Слышится, как видно Здесь как-то такие мощные удары, не думаешь, у зрителей будет Ну уж немножко так рисунок будет, тактически мы видим, что Ну видно, что поопытнее, опыт уже такой Погнал, как можно сказать, территорию свою Погнал, противника немножко поджал его С места, как говорится, сбил его И уже сам висит на нем и атакует потихоньку Раскрывая его Такая четкая картина боя Я думаю, стоять не надо на месте, все время ножет Вот хорошо, сейчас поддавливал, все поддавливал Все получается Все с ногами нужно делать Сейчас подходить с ножками к противнику На месте смысла делать нет, все Вот как мы видим, стоят, стоят, здесь и ножки отстают Вот здесь все, пошел, пошел И здесь видите, точные удары доходят до цели То ли в корпус, то ли в голову Ну да, еще первый раунд чуть-чуть оно чувствуется, напряжение Это, конечно, да Вот, да, 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 есть Первый раунд завершен Первый раунд завершен Я думаю Преимущественно здесь Небольшое, но преимущество Артема здесь очевидно Также в перерыве между раундами Хотелось бы вас вести в курс дела, что вот недавно боксер клуба Union Box Promotion Стас Мердов 30 ноября проводил свой бой в Австралии В городе Перт Где он встречался с супер чемпионом С супер чемпионом весовой категории до 59,0 кг Крисом Джоном Бой прошел всю дистанцию Стас очень хорошо отбоксировал Правда чуть-чуть начало поединка, можно так сказать Проспал пока раскачался Плюс Надеемся, что это был Самая тяжелая защита его была за все время его чемпионства Надеемся, что в скором будущем Стас все-таки достигнет своей мечты Так что пожелаем ему удачи Вот здесь проходит, мы видим, под диктовку Руслана бой Тактически он грамотно и четко проводит Противника своего столкнул и четко находит и ищет Ну, как говорится, бокс идет обоюдный такой Но преимущественно видно Руслана Тоже неплохой парень это, техничный Техничный, Николай Даня, Коля техничный боксер Луганчанин? Луганчанин он Луганчанин, всегда хорошая школа бокса у них была Вообще, конечно, сейчас средний вес, можно так и сказать Пестрит различными, довольно-таки сильными боксерами Вот в частности в этой весовой категории 72,6 кг Сейчас в профессионалах уже боксируют такие боксеры, как Матвей Коробов Россиянин, бывший чемпион мира среди любителей Геннадий Головкин, казах, тоже бывший чемпион мира среди любителей Головкин уже сейчас является чемпионом мира среди профессионалов И вот в этом весе и в следующем 76,2 кг, там тоже целая Плеяда хороших боксеров Плеяда, да, хороших боксеров Вот недавно, тоже мы помним, завершился турнир в проекте В рамках проекта «Супер Сикс», где были представлены такие боксеры, как Андре Уорд, Карл Фротч, Абрахам Артур Тейлор боксировал на начальном этапе на этом турнире Вот также ямаец Глинков Джонсон, который нокаутировал когда-то Роя Джонса Очень серьезный такой турнир был, где в финале встречались Карл Фротч и Андре Уорд Победителем стал Андре Уорд А также еще в этом весе есть такой боксер, как Лучан Бутэ, румын, который сейчас живет в Канаде и боксирует в Канаде Тот же Гелли Павли, очень серьезный средний вес, на мой взгляд, сейчас Так что у Руслана Щелева приличная компания, есть, есть перспектива, есть куда расти, куда стремиться Мы видим в повторе, как боксер Николай Муновский опускает переднюю руку, часто бывает, и уже правый удар доходит до цели Где Артем Щелев четко достает правое Руслан Руслан Ну так видно, что чуть-чуть он такой порезче Конечно, у Руслана, можно сказать, видна такая профессиональная уже Вылочка, да, есть Да, вылочка, вот и есть у него что-то от профессионала уже Такой мощный, смотрится Смотрим, что левая рука опускается, вот в маске Потек нос Так, поджимать нужно, Руслана, поджимать на ногах, на ногах, вот так, вот так и здесь работать Да, дорабатывать нужно Более серийный Чуть-чуть останавливается, вон после одного, после двух ударов, а здесь останавливаться не нужно Здесь наоборот нужно третьим, четвертым догонять уже Вязаться не нужно, картину боя, эту самому смазывать, тем более ведет и вот так, отлично, он же может уйти от этого Не вязаться, не клинчевать Остается, остается после атаки Да, на ногах нужно, чуть-чуть ног не хватает Ну, где-то пренебрегает этим Становится, принимает удары Чуть больше корпусом качнуть нужно Немножко прямо линейно как бы идет Да, прямо линейно идет Мы, как видим, в предыдущем бою работал Егоров у нас, больше левой рукой, мы видим здесь, что желает больше справа, как говорится, нацелено ударить удар Вот, вот сейчас только сказал про левую удар Вот, пожалуйста Поймал Что называется, поймал Левая рука Что, опа О, это молодец А тут нужно, тоже не нужно вязаться, тем более после чистого попадания, нужно развивать свою атаку То есть подсказывает, что левая рука, хорошая левая рука, нужно больше набирать очков, раскрывать противника, а потом четко атаковать справа Тем более, если попал справа, да, у соперника уже потрясенное состояние, уже здесь нужно просто не вязаться, а поближе и повнимательнее самому развивать Вот, вот смотрите Да Он хорошо видит, чувствует, просто бывает пренебрегает где-то защита и на ногах застаивается Ну так, конечно, Буйдон ведет бой, Руслан Ну, смотрите Вот хороший удар Да, отличный удар Правый, левый, сбоку На добивание пошел, как бы сказать, уже без удара, просто пошел Вот четкий удар Четкий Вот опять левый сбоку Вот здесь не нужно сближаться, тем более попал, все Игорь тоже советует ему выбрасывать, левой рукой, левой, левой, а потом с правой руки Подготавливайте атаку с правой руки Четвертый раунд Порей Тай, 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 тай Я Да, да Тай Хороший поединок такой, напряженный. Да, идет ооюдно-острая борьба. Обоюдно-острая борьба. Ну, Руслану, хотелось бы сказать, что больше получается у него то, что сам атакует, сам идет, сам лучше получается. Как только противник на себя запускает, боя сразу как бы картинка выравнивается. Вот мы видим, идет, наступает. Чуть-чуть прямо линейно, идет без каких-то, тут надо где-то качнуть сразу движение, а потом идти в атаку. Вот и левая рука, как левая работает, поединок боя контролируется. И правая, как говорится, идет потом следом. Вот так вот, на голову переводить. На ногах стоит, чуть-чуть больше на ногах двигаться. Ну, тут просто нужно вот так сталкивать противника. Столкнуть и идти на нем, как говорится. Раскачивать его, работать, открывать, наказывать. А не бороться, там борьба. Вот, вот, дальше, дальше развивать нужно, развивать нужно. Не останавливаться. Вот, вот, идти дальше, левая, левая, четко работать. Вот здесь большие паузы. Возле канатов, не в центре ринга, а возле канатов нужно. Мы уже видим, что боксер в Слуганской области опускает руки уже. Видно уже, функциональная подготовленность боксера уже немножечко снижена. На ногу. Можно быть пять тысяч, конечно, подходить. Начинает в средине ринга атаку, и поэтому бывает не попадает где-то. Руслану нужно чуть-чуть канатом. Да, потому что ноги отстают. Да, ноги отстают. И он сбивает с ногами. А когда поджимает канатом, там уже протянет далеко. Вот, слышите, что Александр Лукьянченко присутствует на сегодняшнем вечере бокса. Вот также удачные атаки Руслана. Секунданты Хотелось бы сказать, что во время перерыва секунданты пользуются только водой. Просто обыкновенная вода пользуется. Лед имеет право пользоваться. Вазелином боксера растирать. Однопроцентным раствором адреналина. А также есть специальные утюжки для разглаживания гематомы. Это все такие нехитрые приспособления для секунданта. Атрибуты, которые присутствуют у секунданта. Больше ничем. Да, больше не запрещается. Нельзя запрещается чем-либо пользоваться. А у нас последний, шестой раунд. Пятый идет, пятый раунд. Я извиняюсь, пятый раунд. Шести раунд, да, поединка. Тянется, видим, что боксер тянется, наш боксер тянется. Работа поплотнее боксера. Все удары достигают цели. Вот, пожалуйста, удар через руку. А когда корпус вместе с ногами идет, ноги не отстают? Поплотнее, как мы говорим. Поплотнее. Средняя дистанция. Преимущество видно. Все, когда ноги под ним, он не проваливается ничего. На ногах чувствует все. Вот, вместе с ногами. Боксер не успевает сконтрить. Стоп! Боксер просто пятится назад. Но когда стоит, боксер уже готов встретить. Вот, пожалуйста, даже шальный удар, можно сказать, достиг цели. Немножко, немножко повеселее нужно, конечно, повеселее чуть-чуть. Русланов. Прибавлять. Прибавить нужно. Вот, вот, вот здесь больше, больше. Желание. Четко боковой попал. По животу попадает. Подсказывает передний-передний, но хочет очень сильно видность права. Видно, боксер Слованско устал уже. Но сражается достойно. Вот, хороший удар мы еще дорабатывать здесь. Нужно дорабатывать, конечно, боксера. Более зря считает, более точнее. Немножко суета засуетился. Боксер видит, что может решить поединок. Немножко засуетился. Сближается и сам смазывает эту картину боя. Вот и выиграют. Вот, хорошо. Вот ноги. Отлично. Будет просматривать свой поединок потом. Пусть обратит внимание на ноги. Вот. Вот это вот должно быть его. Вот на ногах он должен двигаться. И бить с ногами вперед. И отходить с ногами назад. Не нужно стоять возле каната. Понятно, что удары не пропускает. Вроде видит, но не нужно принимать эти удары. Молодец, Руслан. Как только с ногами все бьет, с ногами отходит. Все отлично у него получается. И оно увязывается. И руки идут следом за ногами сами. Как только начинает Вячеслав Сенченко. Вот мы видим наш чемпион мира по версии ВБА весовой категории до 66 кг Вячеслав Сенченко. Который, наверное, уже свою следующую защиту будет проводить в апреле месяце. Сейчас в данное время униоровская компания, боксерская компания Union Box Promotion ведет переговоры с Полом Малиньяджи, итальянцем, американцем итальянского происхождения, который представляет компанию Golden Boy Promotion. Вот, возможно, следующим соперником Вячеслава будет именно он. А у нас финальный шестой раунд. Хороший удар боковой. Да, размен ударами. Повнимательнее нужно Руслану, повнимательнее. Видно, пошел на обострение. Нужно быть повнимательнее, хватает удары. Да, не хватает работы спины здесь чуть-чуть. Влево-вправо здесь окончаться. Ну, желание есть желание, спортсмен желает выиграть. Да, хочет доказать, что тем более последний раунд. Такой целеустремленный парень Руслан. Да, мы видели, что преимущество его это очевидно. Вопросов нет. Сейчас хороший боковой львы был. Боксера хватило на начало раунда. Луганского боксера Николая Водмаску. Сейчас он обратно как бы подсел уже боксер. Хорошо уходит. Здесь нужно повзрываться. Ближняя дистанция. Я думаю, это его дистанция. Стоп! Прошлай, внимательно! Воку! Где понимаете? Вот так, где? Да, за там. Хорошо поддавливает ногами. Не только с ударами. Изорваться уже с 3-4 удара на взрыве. Тем более сил у Руслана... Больше, больше, да. Функционально на то лучше. Он не может реализовать как бы, реализовать сильный этот удар. Ну, видимо, обоюдо острая идет борьба. Стоп! Быстро! Скорость нужна! Скорость нужна, мы слышим, подсказывает Игорь. Я понял. Стоп! Ну, а скорость совместима только с ногами. Ноги прибавляют, и прибавляют движение с руками. Руки нужно не опускать. Да, руки поднять нужно. Стоп! Стоп! Ребята проявляют свои качества профессиональные. Выносливость, мужество, силу. В этом бою мы видим все мужские качества. Как одного боксера, так и второго боксера. Размен ударами. Смотрите, попадает. Хороший бой. Хороший бой. Хороший бой. Видите, все аплодируют зрители. Молодцы, ребята. Но, тем не менее, было видно, что более мобильный в этом бою все-таки был. Более точный был тоже. Точнее был, да. Руслан Шелев моего такое впечатление, что здесь был. Тягучий, тягучий. Чуть будет звеная от скорости. Тягучий. Молодец, хорошо. Обратите внимание на работу ног, как пожелание. Да, ножки отстают. Ножки пошли. Чуть ноги отстают. А так, отлично. Спиной тоже, вроде, корпусом хорошо катает. Раскачивают. Он не статичный. Он голову убирает с линии удара. Тоже руки. И скорость хорошая. Чуть на ногах прибавить, чтобы ноги шли вместе с корпусом. Вперед, назад. Он само будет увязываться все. Руки с ногами. Николай тоже молодец. Молодец, да, молодец. Хороший поединок. Это его дебют был. Хороший дебют, я тоже считаю. На него обратят внимание, думаю, специалисты профессионального бокса. В эфире. Победу по очагам. Со счетом 2-1 по судейским тропинскам. Победу одержал Руслан Щелёв. Вот мы слышим разделение. Разделенным решением судей. 2-1. Победу в этом поединке одержал Руслан Щелёв. Ну, я думаю, за концовки матча немножко он где-то в размене ударов. А так было территориальное ему все-таки преимущество. Результат закономерный. Где-то концовка. А так он, да, контролировал ход поединка немножко. Где-то вот концовка. Более чувствуется. Потенциал есть еще. Желание, можно сказать, где-то перепирает вот это вот. Возможность реализовать.